Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! А что сейчас происходит? А от кого операция, что нас бомбят? Профилактические мероприятия. В частности, нарушили правила дорожного движения. Перевозили ребенка. А как вы это обнаружили? Я вас остановил и обнаружил. Вы так остановили, почему? Согласно профилактическому мероприятию «Пристегнись», которое проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в частности, Кемисемского района, сегодня. Информация СМИ была на протяжении недели. О том, что сегодня будет проводиться профилактическое мероприятие «Пристегнись». Подниматься нам больше нечего. Как понять? Мы занимаемся безопасностью ваших детей. С нарушением согласны? Нет. А с чем они согласны? С остановкой согласны. А с нарушением мы согласны? Если вы считаете, что я вас незаконно остановил, вы имеете право обжаловать мои действия. Обжаловать мои действия вы можете к ним непосредственно… Ладно, выписывайте, я уже… Вы конкретно скажете, либо вы согласны с нарушением… Я не согласен с остановкой. А с нарушением согласны? Понимаете, одно вытекает из другого. Я вам конкретно вопрос задаю. С нарушением правил дорожного движения вы согласны? Не с моими действиями, с нарушением правил дорожного движения? Потому что непосредственно вы, как субъект, водитель… Как понять? Водитель вы… Так нам надо знать, что оформлять. Презнак административного про нарушения. Протокол или постановление? Если вы согласны, то составляется протокол. Если вы не согласны, то составляется протокол. Если с данным нарушением вы не согласны, я составляю протокол, назначаю более позднее… Сейчас, штрафте 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей, не больше, не меньше, за это нарушение правил перевозки детей. А именно, перевозили ребенка не пристегнутой ременом безопасности, либо без специального устройства, позволяющего пристегнуть ребенка ремнем безопасности. В вашем транспортном следствии, я смотрю, ремни безопасности в предусмотренном конструкции. Поэтому ребенка надо пристегивать. И тогда не будет нарушений. И ни про какие зоны атома не интересно здесь слышать. Меньше смотрите телевизоры, а больше занимайтесь своей же безопасностью детей. А основания вам и так же объяснили. Операция пристегнись. Профилактическое неприятие направленное на выявление, также на профилактику данных нарушений. Вы согласны с нарушением правил дорожного движения? Тогда что? Вынесется постановление на месте. Если вы не согласны, составится протокол, вам назначат непосредственно время рассмотрения ваше административное нарушение, где будет также рассмотрено ваше административное право нарушение. Воспользоваться юридической помощью, также заявить какие-то ходатайства, отводы, ознакомиться со всеми материалами, дать объяснение. Вы не согласны? Составляем протокол. Я имею право останавливаться в БТД только при явном нарушении, которое видно, нарушение визуальное, можно определить. И только в зоне стафонарного поста. Сзади ребенка не видно. Я понимаю, что здесь это как бы неправильно, но ездим две минуты ехать до школы. Понятно, что это тоже бред, но если формально подходить, с точки зрения формально, то получается, что я не знаю, что это правда. Даже 13-летняя девочка моя, из меня роста, ее всегда пристегивают водители сзади этой фирмы такси. Ну а как вы думаете, почему нужно пристегивать? Потому что основная проблема детского травматизма на дорогах это не переход в неположенном месте, не нарушение правил дорожного движения детьми. А, то есть больше всего детей страдают во время ДТП, когда они пассажиры. Понятно. Ну и как вы думаете, вот эти профилактические операции нужны нам? Безусловно. То есть все, кто сегодня был остановлен, предупрежден, может быть даже оштрафован за что-то. В следующий раз, десять раз подумают, прежде чем своего ребенка везти куда-то без ремня безопасности. Спасибо большое.